МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макрон готов способствовать достижению долгосрочного и справедливого урегулирования ситуации в Карабахе. Спутниковые снимки подтверждают использование Азербайджаном белого фосфора. В Адане и Бюракне было конфисковано большое количество исторических предметов. Система Федаун привлекла 600 тысяч долларов для Арцаха. Президент Западной Армении Армена Кабрамян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с недавним заявлением, подписанным Путиным Алиевым Пашиняном. В письме президент Абрамян упомянул текущую ситуацию в регионе, роль России в разрешении вопроса и размещении российских миротворцев. Президент выделил несгибаемую волю армянского народа в лице армянской армии при защите Родины. Армена Кабрамян подчеркнул важность позиции России в этом сложном вопросе, который мы унаследовали с первой четверти 20 века. Защитник прав человека Арцаха опубликовал внеочередной доклад о нарушении прав детей в результате агрессии Азербайджана против Арцаха. Об этом новости Армении Ньюс.ИМ сообщили в пресс-службе защитник прав человека Арцаха. С первого дня агрессии азербайджанские вооруженные силы преднамеренно атаковали гражданские объекты примерно в 170, около 70% населенных пунктах Арцаха, нанося удары по гражданскому населению, включая детей, женщин и стариков. В результате азербайджанской агрессии в Арцахе погибло не менее 50 человек и не менее 163 мирных жителей получили ранения, в том числе один ребенок убит и 9 ранены. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены не менее 71 школы и 14 детских садов. Не считая школ и детских садов азербайджанских общин, находящихся под контролем вооруженных сил Азербайджана, 23 978 детей школьного возраста и 4036 дошкольников лишены права на образование. Социальные сети Азербайджана были переполнены ненавистническими высказываниями в отношении армянских детей, включая призывы убить их. Защитник прав человека в Арцахе призывает все международные организации, заинтересованные в защите прав человека, особенно детей, должным образом фиксировать грубые нарушения прав детей в Арцахе и предпринять практические шаги по их устранению. Основные силы российского миротворческого контингента в Арцахе продолжают находиться в зоне ответственности. Войдя в Степанагерта, передовые части, достигнув Шуши, начали развертывание наблюдательных пунктов. Об этом заявил вчера журналистом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По его словам, миротворческие подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, участок Лачинской дороги, создав шесть временных блокпостов. По сообщению ТАСС, Коношенков добавил, что прибывшие в Армению российские миротворцы направляются в Горис. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняным. Как сообщили в Елисейском дворце, французский лидер в ходе беседы выразил готовность способствовать достижению долгосрочного и справедливого разрешения ситуации в Нагорно-Карабахской республике для всех сторон зоны конфликта. Президент выразил удовлетворение в связи с окончанием боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также заявил о своей готовности найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение, говорится в заявлении президентской администрации и передает ТАСС. Digital Foreign Secrets Research Lab в большой статье обратился к факту, что Азербайджан в ходе войны, развязанный против республики Арцах, применил запрещенные фосфорные боеприпасы, отметив, что картина, сделанная спутником, показала этот ущерб, нанесенный окружающей среде в результате использования белого фосфора. Как передает Армен Пресс, в частности отмечается, что за последнюю неделю боевых действий спутниковые изображения открытых источников показывают, что в результате использования Азербайджаном белого фосфорного оружия, окружающей среде лесов Нагорного Карабаха, нанесен огромный ущерб. Отмечается, что в начале ноября в Твиттере и в других соцсетях появились видеоматериалы, на которых видно применение запрещенного белого фосфора оружия на контролируемых армянами территориях. В результате оперативно-розыскной работы были конфискованы 2964 единиц исторических ценностей в городе Аданай и Бюрак на Западной Армении, задержаны двое подозреваемых. В основном в конфискованных предметах преобладают монеты и украшения. Исторические артефакты принадлежат позднему римскому и раннему византийскому периоду. Известная рок-группа «Система Фудаун» для Арцаха собрала 600 тысяч долларов. Как передает Армен Пресс об этом на своей странице в Твиттере, сообщил солист группы Се Штанкян, опубликовав публикацию Rolling Stone. После 15-летнего перерыва группа в целях информирования о зверствах Азербайджана в Арцахе и надвигающемся гуманитарном кризисе записала две новые песни «Protect the Land» и «Genocidal Humanoid». Полученную выручку группа направила на содействие Арцаху. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сахмос Ерик Чахумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.